Если человек не начнет работать над собой, то дьявол найдет ему другую работу. Выискивать недостатки у других. Всем привет, хорошего настроения. Начинаем говорить о праздниках знаменательных событий на 14 сентября. Поехали! День Сан-Хасинта в Никарагу. День государственного гимна в США. Воздвижение креста Господня на Кипре. И день мобилизационного работника Украины. А также в этот день международный военно-исторический фестиваль Поле Куликова. И праздник Шнобелевская премия. И еще есть необычные праздники. День слушания шорохов, моральный день и праздник между собойщиков. А в народном календаре Семин день. Именины в этот день отмечают Марфа, Наталья, Семен и Татьяна. В этот день в истории есть знаменательные события. В 1812 году армия Наполеона вступила в опустевшую Москву. В 1829 году Россия и Турция подписали Адриано-Польский мирный договор. В 1911 году произошло покушение на председателя Совета министров России Петра Столыпина. В 1522 году по договору, подписанному в Москве, поляки признали Смоленск за Россией. В 1811 году в Пруссии отменена феодальная система. В 1867 году вышел в свет первый том «Капитала» Карла Маркса. В 1886 году Джордж Андерсон запатентовал ленту для пишущей машинки. В 1896 году в столице России начало действовать Санкт-Петербургское телеграфное агентство. В 1905 году начинаются первые мотогонки «Рак Турист Трофи», проводимые на острове Мен в Великобритании. В 1937 году задним числом увеличены сроки заключения для врагов народа. В 1938 году первый полет самого большого в мире жесткого дирижабля германского пассажирского воздушного судна ЛЗ-130. В 1939 году в США в воздух поднялся первый вертолет Игоря Ивановича Сикорского ВС-300. В 1944 году принято постановление СНК СССР о государственном плане развития сельского хозяйства. В 1964 году Олдис Ней награжден медалью свободы в Белом доме. В 1979 году Кенни Роджерс удостоился звезды на аллее музыкальной славы в Голливуде. И родились в этот день в 1618 году Питер Лелли, английский живописец, известный мастер портрета эпохи барокко. В 1769 году Александр Гумбольд, немецкий естествоиспытатель, географ, путешественник. В 1847 году Павел Яблочков, русский электротехник, изобретатель, предприниматель. В 1864 году Роберт Сессил, британский политик и общественный деятель, нобелевский лауреат. В 1902 году Николай Камов, советский авиаконструктор, создатель вертолетов К. В 1932 году Игорь Кириллов, советский и российский телеведущий, диктор телевидения, народный артист СССР. И в 1965 году Дмитрий Медведев, российский политик, государственный деятель, третий президент России. Не бойтесь дарить счастье другим, оно к вам обязательно вернется. На сегодня все, спасибо, что вы были с нами, не забывайте ставить лайки, всем пока!